приветствую вас в эти жаркие дни на удивление картошка продолжает шевелиться по поводу изменения карт продолжает изменять карты на супер тесте что-то там проверять следующих патчах видимо все это выйдет на основу но как обычно может и не выйти поскольку такое было уже много раз выходит карта допустим фьорды и чуть ли не на следующий же день начинаются тесты в плане ее изменения но эти тесты так ни к чему и не привели на основе до сих пор нет никаких изменений по поводу этой карты картошка сейчас уже на тестировала изменения таких карт как берлин жемчужная река ласвель карелия также мураванка аж целых даже несколько вариантов по поводу мураванки но на мураванки так и не исправили такое замечательное направление как лес они исправляли направление которые и до этого было плюс-минус играбельная то есть исправляют исправленное не исправляют неисправленное все четко также еще изменения на карте штиль и дети же никак не могут доехать до своего направления злосчастный рэдшер где до дирижабель один респ не может никак доехать уже много лет и теперь супер тест дошел до таких карт как малиновка песчаная река и устричный залив круто шо карта которая еще вообще не в игре и и уже там что-то балансит и что же там на балансе ли допустим на карте песчаная река для одной базы сделали укрытие во время заезда на город будут прикрывать камни это вроде как положительное изменение поскольку с другой стороны ты из безопасно катаешься а с этого респа ты все время получаешь в бочину это изменение очень сильно будет заметно в режиме встречный бой на этой карте они еще и холмик изменили из-за чего от башни здесь играться будет еще лучше причем как мы видим база встречного боя на находится прямо здесь не где-то там в деревушке непонятно где на другом конце карты а прямо вот она получается что основная заруба тяжелых танков будет на этом фланге а вокруг деревни там кататься по бугорочкам туда поедут скорее все всякие лтшки быстрые стэшки что вроде как логично также изменили балкончик в углу там где артоводы пасутся добавили удобный заезд хотя честно говоря не понимаю а зачем мне кажется большая часть танкистов до сих пор не знали что там можно заехать и как также центральную канаву изменили добавили больше колдоебен вот в принципе все изменения на карте песчаная река самое огромное упущение на песчаной реке это то что убрали штурм из этого режима это был один из лучших штурмов которого теперь нет вообще теперь переходим к изменениям на карте малиновка здесь изменили один балкончик его сделали пошире он теперь дает больше укрытие когда под него поджимаешься и выезжать тоже удобней также изменения на базах которые можно захватывать называются теперь базу хрен возьмешь их загладили по убирали почти все и в принципе теперь базу можно блайндить еще легче чем раньше поскольку кустов на базе один правда можно теперь становиться куда попало без кустов если светить некому то и блайндом тяжело будет попасть если чел стоит не в кусту вот в принципе все изменения на карте устричный залив один из флангов расширили сделали его по объемнее больше бугорочков из-за чего на стежках кататься тут от башни рать будет куда приятнее также один из балкончиков изменили камень повернули а на одном из холмиков поменяли листик на веточку или наоборот на самом деле они немного наклон изменили ну да ладно ну и в каком-то проезде форму камни поменяли и насадили каких-то бурячков вдоль дороги вот принципе такие вот изменения на трех картах это отлично что картошка начал шевелиться со своими картами что-то на них там тестировать но это все тесты что-то из этого пойдет в релиз что-то может быть нет никакого еще официально новости какой-то нет что вот это вот сейчас скоро пойдет в релиз ждите просто показывают нам что ничего то там делать на супер тесте и чё вы показывали также шоу и на фердах что-то делали где эти изменения а у вас есть еще такие замечательные карты как в эсфилд который на зелень и дисбалансный граница империи которые дисбалансные в плане прострела во рты затерянный город сейчас играется как жопа в стандартном режиме линия маннергейма это просто жуть какая-то не карта мураванку вы потестировали но карта как было дисбаланс на так она и останется поскольку лес дисбалансный оверлорд чего в игре делает я вообще не знаю париж дисбалансная перекатка перевал дисбалансная перекатка рудники уже давным-давно надо убрать на низкие уровни сколько можно это ждать и терпеть рыбацкая бухта дисбалансная студянки дисбалансные тундра дисбалансная геймплей на утесе но это жуть какая-то фьорд это просто жуть а не карта геймплей конченый и один из респо вообще не играбельный эрленберг как был дисбалансный хоть его изменяли так и ничего не изменилось то есть еще на супер тесте можно тестировать десяток карт минимум а тем временем онлайн в картошке катится в такую жопу что там вообще уже людей скоро не будет утром играет меньше 100 тысяч вечером дай бог 200 250 тысяч даже в пубге мертвом который там вроде как мертвый даже в нем онлайн больше я уже молчу про какие-то старые игры по типу кс го или доты 2 где онлайн в два-три раза больше там вечером онлайн по 700 тысяч картошки такое не снилось хотя эти игры в два раза старше чем это картошка ваша а все почему потому что там тот старый геймплей ради которого люди пришли он там до сих пор и есть люди в него и играют а картошка со своим патчем 10 обосралась жестко добавил кучу такого геймплея ради которого люди не приходили в игру играть поэтому они в нее не играют так мало того что они по добавляли так еще и то что добавили она некачественная в плане баланса и геймплея вот мы получаем что в игре почти никого нет а когда онлайн маленький то балансировщик который он и так не очень он начинает по кд собирать ужасной баланс и куча пт куча арты потому что эти замечательные арта вода пт воды они с игры не выходят они менями и ночами сидят своих кустах кнопку жмут а челики который играет на ст на тт они зашли 1 2 боя сыграли с жопа сгорела вышли из игры все а эти пт воды арта вода не так и продолжают сидеть дальше и кнопку жать с куста вот и получается что чем ниже онлайн тем игра еще более отвратительное изменение на картах это конечно замечательно но будут ли они вообще на основе на основных серверах и чё делать с остальными высерами которые понавысирали после патча 1.0 потому что люди пришли играть в картошку в ее геймплей был онлайн миллион а сейчас 200 тысяч дай бог это это там акции миллион штук включают итог люди там приходят хоть что-то там какие-то в акциях поучаствовать люди когда пришли в игру играть там не было ни колесников не full голды за серебро не коридорных карт из камней и кустов не арты с оглушением не было карт штук по 10 в год выходило и плохие карты убирались переделывались изменений с картами было много а сейчас раз в пару лет чуть-чуть что-то там потестят на супер тесте а в релиз так ничего и не идет hd модельки брони их не было когда люди играли стрельба была приятнее без этого поскольку модельки были более прогнозируемы в плане пробития и в плане танкования было понятнее как на этом танковать и было понятнее как это пробивать а сейчас hd модельки это просто пляшущая броня которую даже в озимую зону хрена надо пробьешь голдой новый балансировщик замечательный которые добавили его что же не было и онлайн был огромный вот это вот все в игру добавили и онлайна нет ну наверное потому что игра старая а в других старых играх онлайн как был большой так и есть делайте выводы сами с вами был арчи карать красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачного дня пока а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»